с вами андрей у нас новичок на канале рогалик adventures себя представляет в целом по поводу ну будем играть с хардкором чтобы больше шансов точнее меньше шансов было выжить тут мы достаточно большое количество раз выбор можете потыкать посмотреть также можно выбрать случайный навык но мы скорее всего выберем какого-нибудь стандартно чтобы нам не слишком сложно было но не слишком тяжело выберем просто воина с оружием щитом либо можно лука взять но опять же там наверняка нужно кинуть стрела для него по магии тоже непонятно случайный заклинание посох поэтому возьмем просто воины не будем думать лишь лука небольшое количество то есть нужно еще стрелы собирать возьмем оружие щиты не будем тут также есть режим курочки это еще более упрощенный режим то есть для новичков новичков так называемый чтобы наверняка люди прошли мы возьмем хардкор возьмем воин человек чтобы не особо думать по расе тут достаточно большой выбор поэтому мы особо выберем мужскую полу имя андрей у меня периодически будут играть будильники этого это нормальное явление открыть глаза кажется спустя как как кажется вечность вы открываете глаза и пытаетесь встать на ноги глинушки понимаете что вы находитесь на пляже неподалеку неподалеку виднеются обломки корабля то есть мы видимо приплыли на корабле и он хотел потерпел крушение вы видите маленького мальчика смотрящего на вас поднимаем пальму а точнее поднимаем получается песок обломки корабля можно посмотреть но что они знакомы нам нам об этом говорят давайте потрясем пальму на вы будет выпал кокос это хорошо поговорим с маленьким мальчиком он нам ничего особо ценного не расскажет здравствуйте в порядке и рот неподалеку нашел вас женщин без сознания спасибо я испугался что вы умер как хорошо что вы живу это ваш корабль я не знаю ладно ну ты кажется потом посмотрите дать совет не вступай в бой с более сильными противниками ну то есть это имеется ввиду по уровню то есть если у вас один уровень 1 то нам нет смысла лезть на 2 3 и так далее по крайней мере без снаряжения точно по крайней мере тех пор пока не будешь готов на твоем месте я бы купил снаряжение поэтому заклинание в магическом магазине чтобы защитить себя а нет я с этого я света ничего не имею ну и что мой дядя работает в оружейной бабушку заведует волшебным магазином короче говорят мальчик тут не случайно явно как так называемая зазывала ах ты должен когда ты будешь голоден ночи быстро погибнешь ты можешь есть еду из в инвентаря или заходили в бар либо в таверну я думаю что у моего отца есть товар на на 29 вы можете отдохнуть поговорить с ним было приятно познакомиться собственно воитель первый уровень 1000 монет давайте посмотрим что у нас в инвентаре в целом у нас присутствует еда три типа этого зеленый салат жило это скорее всего раздела сделанное мясо и рыба собственно пустынная рыба также у нас присутствует песок и кокос что касаемо песка это материал для изготовления предметов а кокос это у нас тоже для изготовления предметов также его можно съесть и восстановить себе 5 ниц голода немного но все же посмотрим что у нас присутствует дальше у нас присутствует лагерь чтобы приготовить скорее всего мясо нужно будет готовить если она у вас будет для этого его разделки сначала можно создать палку камень телепортации железное ведро для набора воды и собственно зеленый салат чтобы уметь уменьшить голод на 20 но это по сути основная вида собственно наши квесты где у нас все лежит говорят на 29 эти сейчас посмотрим где мы находимся и так далее наше снаряжение у нас собственно обычная булава деревянные медный щит и медный шлем давайте посмотрим что они все представляют наденьте чтобы улучшить характеристики защита 1 возьмите руки чтобы учить себя от монстров атака 2 защита 1 и собственно булава атака 1 на самом деле щит более эффективный чем булава что интересно все первого уровня собственно ну как раз нам по квесту у нас навык есть есть естество испытатель можете видеть название находясь рядом в обедах при придвижении что упрощает процесс исследования ну собственно никаких заклинаний мы не знаем питомцев у нас также нету нам сказали на какой пункт эти на 29 да мы находимся на 10 4 ну скорее всего давайте посмотрим вверх поднимаем растение палку 29 на растение верволк василиск офигеть еще ящерица вот вот смотрите тут какой-то первоуровневое существо и мы на локации 66 давайте его пьем через команду атаковать она пинается умение у нас к скорее всего нету давайте посмотрим на у нас нет навыков мы можем убежать с поля боя можем использовать предмет например зелье лечение какой-нибудь если у нас есть но у нас их нету поэтому просто объем петлю или в питомцем атаковать начинаем избивать это насекомые забили его получили немножко золота трупы можно разделывать чтобы получить с них мясо потом их раз обжарить на костре но у нас нету ножа с листом и ничего с ними здесь поведена действовать не можем с рудником также можно взаимодействовать помощью кирки давайте посмотрим нам ничего не открылась нас владение булавой открылась у нас атака усиливается при голоде минус 5 собственно нам получается нужно 29 давайте двигаться дальше вот видим насекомые насекомые ловится сетью насколько я помню тройку мы бить не будем растение подбираем палку подбираем собственно орг зомби и тут какой-то нпс вам нужно уничтожить монстра давайте орка зомби забьем мы собственно получили еще немного золота поговорим здравствуй искатель приключения так непривычный вид здесь чужака можно попросить тебя об услуге мне нужны 10 желатин за 296 золота ну понятное дело что мы возьмем квест пока непонятно насколько он нам эффективен но все же мы его возьмем тут по навыку если говорят тут присутствуют навыки в большом объеме давайте посмотрим сколько у нас голода у нас голода 28 можно его съесть чтобы уменьшить год так и создать зеленый салат собственно давайте создадим зеленый салат мы изготовили салат салат сам по себе снимает нам 20 голода съедим салат нас теперь 10 голода большое количество мумов тут даже второго уровня есть мы наверное его нет пинаем я так думаю хотя мы можем попробовать посмотрим мельницу нужно сперва уничтожить монстр давай забьем монстра кстати монстр нас убил да монстр насос убьет давайте попробуем что у нас этого получится возьмем обычно воина чтобы у нас по крайней мере на начале проблем не возникал возьмем хардкор режим курочки у нас собственно это еще большее упрощение она также помимо человека присутствуют другие расы помимо воина также присутствует еще раз кстати говоря по боясь и священник взять посох и исцеляющие заглядания вот как вариант кстати говоря вообще взять священника чтобы не заморачиваться посох есть а все остальное нарисуем давайте стартуем начать как священник открыть глаза мы собственно встретили мальчика также обломки корабля давайте подберем палку собственно поговорим с маленьким мальчиком вы в порядке эту роль увидел вас лежащим без сознания вы живы это ваш корабль я не знаю я вам дам совет вы не вступайте в бои с сильными монстрами хорошо пока не будете готовы также у меня работает мой дядя и моя бабушка вооружейный не волшебном магазине можете и к ним заскочить чтобы защитить себя будь если голоден не забывай кушать еду из либо заходи в бар таверну было приятно познакомиться товар на на 27 мы находимся в данный момент на 17 соответственно нам нужно просто один шаг грубо говоря сделать давайте посмотрим что у нас в интере в целом у нас большое количество еды присутствует рыбная палочка стейк на палочке салат из кактус и палка у нас присутствует базовый лагерь собственно это костер палка создание камень телепортации железное ведро и собственно костный мозг как быть смешно не звучало ходим ее просто интересный рецепт из костей делать что-то ну судя по значку это еда у нас собственно квест дойти на 27 по экипировке у нас обычный деревянный посох максимальная мана 18 что он из себя представляет возьми в руки чтобы сильнее быть против монстр интеллект плюс один но интеллект и не знаю насколько нам будет эффективен посмотрим магия у нас собственно есть целебное прикосновение необходимо 20 единиц магии восстанавливать 33 вашего общего единицы здоровья сколько нам нужно 20 да у нас сколько у нас 68 в принципе я думаю мы потянем это заклинание питомцев у нас нет осмотрим обломки корабля говорят что они нам знакомы также тут присутствуют навыки сейчас я их найду навыки 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 вначале очень сложно заблудиться потому что вы непонятно что и себя представить обратить внимание древо навыков у нас данный момент 0 опыта собственно было бы какое-то количество опыта мы бы могли что-то прокачать но пока у нас нет такой возможности давайте пойдем на 27 собственно куда нас и отправляет мы пришли в таверну давайте поговорим может доходь моей таверне говорит владелец таверны кстати жителей острова последнее время очень испуганы говорят о пещере на 2 на 72 где поселился опасный монстр убей монстра и спаси его также спаси плотника собственно присутствует кузнец улучшить снаряжение разобрать снаряжение создать слитки инструменты для ремонта и узнать о классах материалов но самом деле в этом нужно еще пока разбираться непонятно что на себя представляет присутствует уровень кузнеца скорее всего это ковать снаряжение выше уровнем имеется ввиду как я думаю по крайней мере а собственно таверна это восстановить свое здоровье бар восстановить свою свой голод тайник это наш наше место для хранения предметов она ограничена там есть можно докупать собственно по кузнецу мы смотрели магазин это собственно вот есть топор для рубки дерева кирка для добычи камней удочка для для добычи рыбы сеть для добычи насекомых охотничий нож для добычи шкур освеживания тел киса для разделки мобов лопата собственно для копания могил и выкапывания в данжах ремнобор чтобы починить инструмент факел для освещения местности в подземельях еда некоторое количество и собственные рецепты то есть чтобы мы сами могли создавать например если у вас будет рецепт топора для руки дерева мы сами с помощью этого рецепта был сможем создавать если найдем нужные компоненты также пустынная рыба но и скорее всего рецепт как изготовить пустынная рыба и и собственно рецепт лагеря также мы можем ему продать то что у нас есть то что нам не нужно получить некоторые количество золота оружейник присутствует он продает соответствующее снаряжение тут нужно второй уровень если мы немножко не потянем вот щит конечно классный и стоит всего лишь 200 монет я думаю надо его взять купим у него щит потому что но он явно лучше чем не знаем с мы сможем ли мы его одеть но хотелось бы вообще собственно с плюс защита ну и собственно возьмем нагрудник чтобы не сдохнуть от первого моба костяной амулет деревянные штаны деревянный нагрудник деревянный амулет но алмазные думаю понятно вам скорее ближайшие это деревянные все нужно собирать просто проблем с деревом точно не будет у нас по крайней мере на начале а вот дальше это уже будет сложно сказать давайте экипируемся собственно щит взять руки нагрудника одеть перчатки одеть собственно защита 11 давайте посмотрим ну вот собственно наш наши характеристики защита плюс 3 нагрудник защита плюс 2 и тут еще плюс 1 по атаке собственно плюс один щит конечно маст хэв нас плюс 3 смотрим дальше у нас что здесь у нас присутствует алхимик алхимик это собственно изготовление зельев рецепт нити рецепт слитка бронзова ну скорее всего он с бронза плавится но опять рецепт изготовления большого живота не знаю что это написано зелья большого живота скорее всего это зелье сытости что-то мне подсказывает ну не знаю точно но рецепт разнообразно также тут и есть расходники а такие как орех песок шкура растений и так далее ну покупать конечно дороговато но если необходимо будет можно будет прикупить собственно алхимика мы уже смотрели оружейника смотрели картограф позволяет вам открыть карту моряков необходимой местности ничем вот собственно можно с кем-то еще поговорить я слышал ты хороший герой не могут и мне помочь ты должен спасти друг поищены 15 пожалуйста поторопись ну вот видите нам на нас она один пять час отправили кстати мы уже даже я вижу куда нам надо идти давайте пробежимся на 15 на тут blue дракона мы скорее всего не сможем его спасти почему не сможем потому что там слишком сильные мобы стоят под защитой непривычный виде чужака ты сможешь мне сделать одолжение мне нужны три когти за 145 берем драться с двойкой сомнительное решение он драться с единицей давайте подеремся атаковать 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 убили его собственно получили кожаный амулет немножко золота это был лев кстати говоря английская версия почему-то не перевели труп можно освеживать если у вас есть исток на у нас его данный нет давайте поедим у нас собственно 36 давайте 35 поели чуть-чуть кожаный амулет собственно можно на себя одеть и он нам поднимает защиту давайте накинем его защита лишнее не будет айтина набить второй уровень пока мы первые это сомнительное решение поэтому мы не пойдем убить второй уровень и поднимаем растение палки потому что это основные предметы которые валяются собственно нас кто-то нападает давайте его тоже забьем он кстати говоря очень больно бьет даже сильнее нас слуха за безобилие его тут видите только один труп дерево собственно здесь таверна ну по таверне если тут есть магазин питомцев которые вы можете для своих питомцев что-то покупать и собственно самих питомцев покупать питомцы это как ваши грубо говоря вы вместе с ними атакуете они также получают опыт совестно растут и просто вам будут помогать в бою именно в атаке в защите и так далее сложно сказать насколько это эффективно ну я думаю что не самое бесполезное умение просто и питомцев можно лечить также присутствует тайник в который можно убрать все предметы которые нам не нужны ну тут я думаю если можно было бы убрать палки но я думаю пока нечего особо убирать двигаемся дальше видим тройку тройку бить не будем тройку бить не будем сильная защита стоит достаточно поднимаем растение вы мы видим здесь животное она хочет это попугай она хочет чтобы мы его покормили но нам не нужно это поэтому он ищет 5 чешую ты можешь мне принести я дам тебе что-то особенно давайте согласимся что-то он еще хочет нет ничего не хочет рыбное место обходим видим палку песок же животное пёс здесь не знаю что скорее всех можно приручать но я пока еще не разобрался как именно этом бум позже разбираться поднимаем растение палку присутствует личинка второго уровня и старый плотник собственно давайте попытаемся забить эту личинку не знаю насколько нас это будет эффективно таракан очень больно бьет и мы скорее здесь не вывезем попробовать полечиться не отсюда мы 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 здесь сдохнем скорее всего если продолжим биться потом наша задача просто сбежать отсюда мы тут не выведем он второго уровня у нас очень мало шансов против второго уровня давайте забежим в таверну отдохнем немножко отдохнули за некоторое количество золота посмотрим что мы можем в тайник запихнуть тут нам до сытости давайте рыбную палочку съедим пока мы рядом с таверной давайте в тайник закинем собственно песок нам не нужен данный момент тройка тяжелая тройки тяжелые все палочку давайте поднимем да что же вы мне все троек то пихаете мы первого уровня что вы понимали мы достаточно слабы против третьих уровней как и против вторых собственно если ты не знает мне кое-что нужно ях я бы съел кал каламаре я баб не смогу мне купить или сделать его принести хорошо поищем этот каламаре я баб поднять палочку что ты хочешь здрасте можешь мне помочь перед своим уходом ты должен спасти испуганный волшебник на 7-4 пожалуйста поторопись на 7-4 офигеть растение палка подбираем третий уровня третий уровень и не трогаем наш он скорее всего от пинает тут в первый уровень это нашу первый уровень будем пинать смело забили получили коготь поэтому тут еще здравствуй примужем помочь кое с чем и убей монстра золотой дракон на 71 за 87 золота хорошо квестов квестов надавали офигеть да я честно говоря удивлен могилку каш хотелось бы осмотреть на дракон согреться поэтому пропускаем и осмотреть не будем скорее всего давайте уберем все лишнее какой-то коготь нарисовался давайте посмотрим что это за коготь вообще стоит ли его изготовление других предметов да он нам не нужен точно по крайней мере пока что нам нечего изготовлять и мы по элементарно хотя нет у нас ну там кости поэтому когти нам пока я тоже не нужны водяной элементарно мы его скорее всего не отпинаем он второго уровня да тут конечно сытость прям взлетает будь здоров потрясли пальму немножко получили кокосиков давайте поедим у нас 66 сытости точнее 66 голода уже едим кокос едим этот еда у нас закончилась теперь нам нужно будет все продавать либо кушать по квесту а собственно второго уровня попробуем забить этого гнома второго уровня у нас получилось сделать мы получили кость и улучшили свой уровень до второго уровня хорошо то есть мы получили второй уровень и по крайней мере не такие дохлые уже мы кстати говоря владение посохом прокачали у нас очень много прям огромное количество у нас вот есть управление жизнью на самом деле это просто лечение но ну так что называется что просто управление жизни на самом деле чем более эффективно ты взаимодействуешь посохом ну чем чем чаще ты им бьешь чем более эффективно ну из того что я правильно повижу мы один раз кастанули лечение на себя и нам только одну единичку пихнули то есть это ну прямо очень долго будет но проблема в том что тут всего лишь 03 мы можем прокачать у нас присутствует два очка навыка в древе навыков но опять же за два очка особо ничего не купишь поэтому нам нет и смысла что-либо покупать из этих текущих навыков вот поэтому пока так двигаемся дальше третий уровень его конечно хотелось бы спасти но я боюсь мы не осилим третий уровень давайте с торговцем поговорим ты мне принес чешуя нет пока не принес эти чешуя давайте второго паука забьем я думаю мы осилим его нам дал он лечебное зелье на 40 и немножко золота собственно откроем сундук мы получили камень картографа который сейчас мы можем продать ну немножко золото давайте восстановим свое здоровье как вариант еще раз поражать чтобы с полным здоровьем шлепать поговорим с плотником я думал что я уже помру для минус лишь руки одного из монстров тирана был здесь я решил иск искать следы его прибывания не нашку такой тиран ну что ж короче говоря он причина недавнего распространения зла никто не знает где он только истинный герой может справиться с ним из этого монстра у нас на острове нет ни одного больше корабля он уничтожил все если бы у нас хоть один отправился на поиски тирана чтобы одолеть его если бы я не был так стар рассказать об обломках что ты говоришь я видел обломки на один из силовым я смогу починить если ты мне принесешь древесину офигеть старый плотник ты прямо по адресу пришел возьми мой топор для рубки оооо ты можешь рубить имдир и получить древесину какой ты молодец ладно я буду ждать неподалеку от обломков корабля пока ты найдешь древесину думаю пять кусков будет достаточно более на на что вы понимали у нас огромное количество древесины адресина просто так валяются поэтому мы дракон золотой давайте его шлепнем он нам дал свою чешую рано или поздно мы соберем чешую которые нужное количество третий уровень и третий уровень скорее всего нет пинаем я так думаю хотя у нас хп в принципе позволит этому ведь он пробивает 22 своим укусом давайте используем заклинание он очень больно бьет зараза она мы к веками сдохли да мы к жизнь удивляет давайте давайте андрей 2 пускай будет возьмем не знаю того же не знаю воина например стартуем начали как воин посмотрим что у нас это получится но маленького мальчика мы уже читали давайте подбираем быстро пробежимся его чтобы он нам не освечивал комары зараза летает таверна у нас на 67 присутствует обломки корабля осмотрели для того чтобы они просто присутствовали мы находимся в углу карты у нас есть собственно палка рыбный салат мы можем делать зеленый салат в лагерь у нас получается кинжал щит и деревянный шлем но заряжение очень слабая но чего можно было ожидать вряд ли бы что-то помощнее дали у нас собственно естество открыватель который был в предыдущий раз и питомцев отсутствует квест у нас один очков опыта у нас 0 собственно начинаем идем вверх да да таверна картограф кузнец собственно если можно посмотреть кузнеца но опять же кузнец нам улучшить снаряжение и чуть такое у тебя нет снаряжение которое мог бы улучшить создать слитки свои слитки из руды они собираются собственно качка о чем я и говорю создаете берете кирку бьете собственно тех местами она не хватило например в шахтах не в шахтах получаете руду а потом уже изготовляете слитки почему-то все это за деньги инструмент для ремонта почему-то не активны ты хочешь найти класс мире вот порядок дерево кожи медь и олово железо бронза серебро золото алмаз и психиан собственно как то так магазина ну тут в самом начале идут инструмент для разделки вот единственное стоит еду купить потому что хотя еда нам особо погода не сделает нам проще будет до этого добежать рецепт изготовления факела освещение темных мест нам это в принципе не нужно давайте у него скупим еду если будет что-то другое купим что-то другое поднимем палку поднимем растение палку собственно этот гигант давайте вот пинаем от пинали гиганта 3 уровень мы не сможем от пинать первые можем попытаться получили кость изучен какой-то навык давайте посмотрим что у нас за навыки у нас владение кинжалом на втором уровне уже но оно и понятно мы когда качаешь оружие но качается вместе с тем как ты на собственное создаешь зеленый салат это еда который восстанавливает нам 25 единицы тости на 20 но вот собственно на самом деле я самый эффективный из того что я пока нашу находил второй уровень от пинаем поэтому нет смысла к на него лезть первую можно попытаться получили немножко золото все печально давайте побежим к торговцу к нашему и попытаемся полечиться собственно полечимся за 90 золото на в теории подожди мы можем наверное еще как-то сделать а скорее всего и как я думаю мы можем могли бы развести костер да вот собственно развести костер создание назад и чисто теоретически мы можем ждать я так думаю давайте посмотрим на 35 здоровья у нас угу увеличивается голод нет и ничего не происходит ясно то есть ожидание тут так не работает начнем просто нужно спать поспали собственно у нас 42 голода давайте поедем что-нибудь 35 я думаю нам подойдет а лагерь мы не использовали но опять же лагерь чтобы что-то приготовить а нам принципе готовить особо нечего поэтому пока так песок поднимаем финик поднимать посмотреть питательность финика финика питательность 5 нет собственно как у кокоса который также с пальмы падает поэтому его сразу можно и съесть он третий уровень по понятным причинам мы не отпинаем вот первый можно попытаться нам дали целебное зелье по крайней мере его уже не сдохнем второй уровень и не отпинаем а собственно мы пришли про обломки корабля это начальный квест он говорит убей монстра один квест мы закончили 2 получили спасти старого плотника на на 63 мы в данный момент на 67 находимся нам получается нужно идти скорее всего вниз собственно тут присутствует таверны две штуки тайник сейчас куда мы все можем переложить например те же камни кости лагерь жалко не можно переложить песок тоже оружейная и волшебный магазин волшебный магазин костяной посох деревянный посох заклинание толчок ветра не знаю что заказ и за книга заклинания но она по идее потребляет магию поэтому если без регенера савиное пирог с игоря крайне редкие хреновина видим и морозный камень на это вообще капец как на редкий можно в принципе было бы поднять все вооружение на 42 уровень нужен как я вижу поэтому для нас он не особо полезен будет изготовление кожаные штаны ну там для нас конечно эффективнее всего были бы деревянное снаряжение вот видите нет деревянных деревянный арбалет а смысл нам деревянного арбалета на тут все второй уровень нужен то есть видите второй уровень нас пока первый нам вопрос не дадут задеть магазин питомцев также можно исцеление не исцеление питомцев то есть маны маны здоровье питомцев и собственно рецепт изготовления маны из кота изготовления зелья маны питомца вот как это и собственно питомцы так давайте посмотрим по квесту главного шлепать на 3 на 63 у нас собственно старый плотник на 63 мы находимся на 67 мы его не сможем убить тройку тоже двойку мы также не сможем убить поэтому нам нет смысла даже пытаться мы слабее слабее потому что непонятно насколько нам нахватили силы зелем исцеления нам в наверное хватит силы убить этого но я думаю что лучше не рисковать и говорится опять же мы собрать мы можем но на нас согреться двойка давайте попробуем есть у нас какое-то умение да у нас присутствует два умения клык волка атака 130 и укус как она так не называлась странным выглядит кинжалом урон 120 но я думаю ежу понятно что надо у нас кстати он убьет скорее всего давайте используем зелье исцеления у нас на единственном экземпляре мы получили палку золото и опыт опнулись на второго уровня теперь мы можем идти собственно гиганту нам нужно убить этого гиганта сюда убили гигантом и нам дали рецепт кожаный амулет изготовления у нас очень мало здоровья мы получили какую-то вот этот собственно то что нам нужно было в прошлой серии немножко золото поговорим с плотником он говорит про тирана который очень сильный который главный наш враг судя по всему что только герой может с ним справиться что этот монстр разрушил все корабли мы ему рассказываем про обломки кораблей он говорит принеси нам древесину на 11 5 я тогда подумал что с ним можно сделать вот тебе мой топор для рубки как найдешь пять кусочков древесины заходи как говорится хорошо хорошо все мы разбежались давайте поедим у нас пятьдесят семь голода голодность стало 7 также как вариант создать еще еды немножко где тут у нас еда присутствует собственно зеленый салат садим еще 20 голода жалко у нас хп не восстанавливается пробегая мимо всех без исключения бежим на в правую сторону к золотой монете восстанавливать свое здоровье вот кроме вот этого наверно трешком понятно причина мы не пробьем спим за 90 голды восстановили свое здоровье приползаем к старому плотнику говорим про дерево то что у нас есть пять кусочков но у нас их нету будем искать дерево собственно вода пустая вода двойка я помню мы второго уровня давайте попробуем отпинать этого мы получили щупальца не знаю насколько они нам будут эффективны я думаю их надо будет по продавать все на досуге трешек мы не отпинаем по понятным причинам поднимаем палки давайте посмотрим сколько у нас палок щупальца кстати можно есть они восстанавливают 10 единиц голода давайте его съедим тогда щупальца у нас присутствует салат давайте его тоже поедим рецепт кожаный амулет и рецепт кала каламаре гебаб какой-то давайте выучим два рецепта давайте посмотрим что эти рецепты означают собственно кожаный амулет чтобы его создать нужна кожа но это я думаю логично а второе это еда и а и щупальца кстати говоря она готовилась и палки мы могли сделать и щупальца и и палки это фигуринку но я поторопился съел щупальца так ну ладно не страшно щупальца рано или поздно все равно еще раз выпадут гигант первого уровня давайте вот пинаем по быстрому чтобы он не отсвечивал здесь получили оловянный щит 15 золота давайте посмотрим лучше ли наш этот щит чем текущий это кс играющий третьего уровня то есть для нас он даже во много раз лучше чем наш текущий напомню у нас на текущем уровне у нас щит вообще на одну единицу защиты у нас слабоват скажем щит посмотрим что по квестам у нас у нас собственно найти 5 древесины принести плотнику давайте посмотрим сколько у нас древесины миссия может попробуем порубить одно дерево у нас 8 палок а что-то плотник не хочется с нами взаимодействовать вообще борзевший плотник он не хочет с нами взаимодействовать у нас наверное палки а ему нужно что-то другое вообще странно видите ему нужно по палке давайте посмотрим список рецепта а вот палки собственно нужно нужно дерево то есть для этого скорее всего нужно срубить парк деревьев будет давайте попробуем это сделать если найдем дерево вот собственно рубил дерево срубили дерево нам открылось достижение какое-то рубим еще дерево нам нужно 5 деревьев срубить благо они тут висят собственно последнее дерево и перекравчиваем нам больше не надо у нас теперь крафт собственно палка которая нужна этому создаем 5 палок которые ему нужны у нас 57 собственно голода давайте поедим что нибудь например вот стейк и салат собственно чтобы у нас голод вообще упал вернемся к этому к старому плотнику нашел дать как не хватает не понимаю чему не хватает давайте посмотрим еще раз я не подобрал дерево что у я дурак я видимо дерево не подобрал что-то я не поймал куда она делась то их на было просто срубить давайте посмотрим 5 нам нам не скорее всего не хватит прочности топора прочность топор скорее всего упадет в ноль для того чтобы он нам не он нам еще послужил нам нужно в магазине купить здесь нету точила но у него нет почему-то это уточила атакуем двойку какую-то бомбу нашли давайте посмотрим что она делает вообще в целом электрическая бомба может парализовать врага во время схватки но нам не актуально пока это давайте пойдем полечимся в таверне восстановим свое здоровье в магазине у нас получается тут не туда магазине у нас нету в обычно тут продают что-то типа набора инструментов которые позволяют нам тут присутствует верно давайте убьем нам деревянный нагрудник третьего уровня далее подай подговорим с торговцем он ищет кровь ну если найдем кровь моему и отдадим я не думаю что она кому-то еще нужна и собственно еще один мог давайте его тоже убьем кстати он достаточно силен был мы получили третий уровень теперь ему уже посильнее немножко стали учитывая то что мы получили иметь своими третий уровень мы можем одеть собственно себе деревянный нагрудник можем одеть оловянный щит а деревянный щит мы можем продать также если мы найдем тайник нам можно будет все сложить в тайник третий уровень и собственный гигант shark давайте потрясем поднимем поднимем и побьем эту 3 3 уровневое чудо мы убили его и получили клык с него эти потрясем поднимем финик собственно установим свое здоровье тут нету как вы видите к в кузнеце ну собственно можно улучшить давайте разберем наверно снаряжение деревянный щит за 20 золота это шанс успеха 55 процентов но я думаю нам это и не ну хотя давайте принципе золото нам и так в любом случае нужно будет а так разбираем собственно это снаряжение щит разобран на пыль оригинально посмотрим прилавка прилавлась нам это пыль да пыль нам пришла у нас 66 собственно голода давайте поедим у нас прям огромное количество мусора не знаешь с этим мусором делать пока смобов ничего полезного не падает собственно зеленый дракона у нас напал убили зеленого дракона восстановили свое здоровье в таверне давайте порубим деревья мы вырубили дерево больше дерева здесь нету нашли совиное перо насколько он для нас у нас инвентарь красный стал это означает то что у нас максимальное количество предметов которые присутствуют здесь весь нам весь мусор нужно просто выкинуть куда-нибудь у нас присутствует тайник давайте большую часть предметов него выложим чтобы они нам просто не отсвечивали например тот же череп электробомба вообще можно продать кость песок орех можно съесть клык выкинуть феникс есть пыль убрать чешуя совиное перо выкинуть на электробомбу как вариант продать давайте продадим она стоит 120 отлично продали давайте посмотрим если в магазине это то что я хочу то что я ищу войти в магазин нет здесь нету чтобы вы понимали что я ищу я ищу ремкомплект на этот время комплект на инструменты в общем вот ну что пока как вы видите мне не выдает что давайте приведем с персонажа в порядок зайдем в таверну поедим по поспим поели поспали пусто давайте на красного сходим двойкой гигантский крокодил давайте его убьем по-быстрому чтобы у меня свечу крокодили слеза нарисовалась нам она не интересно собственно еще один спорит похожий на призрака обычный медный щит скорее всего его можно будет сейчас продать уберем в тайник этот крокодили слезу несчастную она нам не мешалась этот медный щит можно смело либо распылять на пыль либо она давайте лучше продадим чтобы у нас было больше золото поедим орех поедим финик собственно в магазине продаем вооружением войти продать оружие не медный щит собственно но он в любом случае хуже чем наш это 111 статы давайте посмотрим наши статы на щите смотрим на штаты на щите у нас 411 собственно у нас любовь еще лучше у нас 3 уровня снаряжения тут только 1 поэтому мы продаем в оружейном магазине за 60 монет собственно продали нашли я еще одного спирита давайте его тоже забьем нашли палку со спирита неплохо еще какая-то личинка кстати есть проиграем сейчас используя умение мы убили его и получили четвертый уровень еще одна собственно личинка давайте я тоже убьем убили получили деревянный нагрудник второго уровня давайте посмотрим лучше он нашего или нет он дает защиту 2 а наш явно лучше он дает защиту 6 поэтому его продаем вертигр какой-то давайте его тоже убьем получили с него череп подняли палочку нашли орка зомби убили и получили лечебное зелье вот самый полезный мог орг зомби казалось в откуда о зомби но нет эти получили еще кости кстати говоря кости полезные предметы старый плотник он хочет не хочет с нами разговаривать пока у нас не будет пяти кусков древесины давайте в магазине все лишнее продадим лишнее в моем понимании это деревянный нагрудник он у нас лучше экипирован в идеале продать и череп но я думаю мы его просто закидаем в этот к себе в в инвентарь но в хранилище у нас собственно погул надо немножко пообедать у нас персонаж взбодрился в данный момент нашего персонажа но я посмотрим какой уровень кстати говоря у нас наверняка там статы прокачались давайте посмотрим у нас дровосек практически докачался чем больше раздать нам тем выше шанс успешно врубить дрова на самом деле смешно у нас 6 очков навыков сложно сказать что то есть что здесь брать скорее всего жертвующий для того чтобы приносить трупы жертву но проблема в том что непонятно где их брать либо взять вампира выпить кровь монстров чтобы восстановить свое здоровье как вариант скорее всего навык какой-нибудь но у нас постоянно не хватает здоровья будет либо взять золото жертвующие либо вампира установить все здоровье давайте вампира возьмем не знаю как это работает за 1 месяц мы посмотрим ну собственно давайте его про атакуем заодно посмотрим умение в умениях этого нету как вы видите на заклинание заклинание он не знает предметы он не знает сложно сказать где это вампиризм у нас и 4 этого персонажа мы выпили кровь и там было написано но четко как-то слабовато еще одно дерево порубим получили дерево ред драгон давайте его тоже убьем очень больно бьет получили еще одну чешую ищем магазин собственно нашли еще одно растение собственно перекладываем в тайник весь лишний мусор который нам не нужен например череп глаз кость чешуя тому подобное а у нас присутствует три растения мы можем создать с помощью трех растений зеленый салат создали собственно в таверне восстанавливаем свое здоровье собственно восстановили здоровье немножко как вариант учитывая то что мы только что сделали салат давайте его съедим посмотрим в магазине у нас нету как вы видите есть тут только еда какая-то на 50 150 монет стоит 50 восстанавливать давайте и купим второй уровень давайте отпинаем кашемир какой-то получили одни что не знаю что такое скорее всего это нитки но они скорее всего для изготовления идут для нас собственно не могут быть не актуальными давайте этого друге да убьем отсюда дриаду точнее поговорим с ней не нужно 10 когтей поднимем растение палки поднимем палку объем они получили немножко золотом поговорим с ней она нам говорит то что ей нужно кого конкретного монстр убить на 510 давайте посмотрим где этот монстр добежим для него поднимем растению у нас тут еще один мод нарисовался сатир давайте его тоже уберем редкий железный щит получили посмотрим можем ли мы его использовать он а защита 11 а пока 11 скорость 3 интеллект собственно используем его наш чуть слабее по понятным причинам по возможности добежать его продать убить для меня фей убьем фей на досуге продадим ненужные ненужный щит который у нас присутствует 61 монету что касаемо кашемира нам нужно его в тайнику скинуть не удалось положить тайник полом то есть перевес по тайнику посмотрим что это за что у нас вообще присутствует вниз в инвентарем собственно карта что за карта давайте откроем чтобы она просто местоположение инвентарь освободила посмотрим сколько у нас сытости у нас 52 сытости мы можем что-то покушать собственно есть еда на 50 покушали создали новую еду у нас есть 510 какой-то конкретный мог давайте для него на ползем у нас получается 7 это 7 бежим 5 и 10 и вверх собственно поднимаем убираем этого моего дороги еще один торговец нарисовался он ищет клыки давайте убьем этого моба получили золото и это кстати говоря его квест мог первого уровня убить и нет и был его квест удивительным давайте посмотрим куда нам надо идти чтобы отдать квест считался что ранее то есть награда завершить а у нас завершение в инвентаре отлично у нас получается 5 клыков 10 когтей нужно давайте посмотрим если они у нас вообще в инвентаре тайник у нас получается кости 3 клык один собственно не пока мы не в состоянии рядом с нами какой-то трешка стоит давайте попытаемся убить убили мы получили рецепт изготовления костяного копья это очень хорошо значит мы рано или поздно сможем костяное копье сделать давайте посмотрим что для этого нам нужно будет это квесты собственно делаем зеленый салат чтобы мы могли хоть что-то поесть у нас сейчас 50 голода давайте сразу поедим его у нас 10 из голода выучим костяное копье мы научились изготавливать костяное копье давайте посмотрим сам рецепт костяного копья собственно кость и две палочки но проблема в том что у нас будет другой тип оружия из этого мы будем очень сильно проседать по ну собственно по урону потому что вы можете это увидеть в навыках которые у нас присутствуют владение кинжалом например у нас чем больше чем соответственно на более усиленно можем дамажить и но по крайней мере костяное копье будет бить сильнее потому что кинжал конечно прокачанный но костяное копье по идее должно быть сильнее у нас присутствует кости кстати говоря на локации вот присутствует кости на локации давайте создадим кости и хранилище запихнем что-нибудь кашемир например какой-нибудь песком восстановим свое здоровье на максимум и изготовим копье себе у носки сейчас кинжал с атакой один посмотрим насколько для нас это будет эффективно дадим костяное копье одну штуку копье у нас оказалось на наш уровень то есть она должна быть в любом случае лучше эти посмотрим 6 атака один интеллект дам для нас лучше взяли в руки собственно у нас атака уже усилилась у нас атака уже 30 кожаный амулет понятна мы не можем пока делать надо в принципе продать тогда этот либо пробуйте его расщепить но у нас нет такой возможности есть медное снаряжение кожаные серебряные железные деревянный топор вот есть костяной кинжал есть болт но опять же покупать какой-то конкретный рецепт можно даже нужно но проблема в том что он снаряжение растет по уровню поэтому она скажем так сначала там будет одно по на 2 то есть сначала например дерево медь кучал дерево кожа медь и так далее там бронза то есть прокачаете одно она уже перерастет его грубо говоря поэтому такой спорный момент давайте зайдем вооружение просто продадим ему тогда этот щит точнее у нас кинжал продали ему кинжал пускай он копье качает у нас получается в данный момент нам бы рукавички на эти ботинки давайте сейчас их прикупим наверное у нас как раз оружейные присутствуют рукавички есть третий уровень ботинок нету ну собственно и ладно пока так одеваем рукавички какие бы они ни были у нас их вообще никаких нету поэтому их одеваем кости нужно обратно вернуть в тайник хотя можно принципе как и клыки но клыки очень редкие они прям чуть ли не на уровне антиквариат а вот кости чуть не с каждого второго моба падают вот пока как то так всем спасибо за просмотр с вами был анри всем пока